Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительно массовое, а не абсолютно любой вязальной машинке, с нуля. Хочу вам сегодня представить ниточки бриллиант, производство Vita. Пряжа для ручного вязания бриллиант, 100 грамм, 380 метров. По ощущениям, достаточно нежная, приятная, немножко упругая пряжа. Ниточки нам предоставлены магазином пряжа, адреса телефона Vita на экране. И хочу обратить ваше внимание, что именно в этом магазине самая небольшая торговая наценка, то есть пряжа качественная и одна из самых недорогих в нашем городе. Провязывается нитка легко, вот видите, одним пальчиком проведу калетку, очень легко берется пряжа. Можно сказать, что машинка провязывает ее с удовольствием. Машина у меня с ручной прокладкой Нева-2, старенькая разработанная машина, которая берет практически любую пряжу, но по опыту могу сказать, что и из Silver Brother такую пряжу возьмут, потому что плотность, видите, рыхлая плотность шестая, на Silver'е эта плотность соответствует восьмой-девятой. Поэтому такая пряжа очень легко возьмется и современной капризной машинкой. После стирки полотно нисколько не изменилось в размере. Я записала 12,5 по петлям и 8,5 по ритам. Размер образца он нисколько не деформировался, то есть пряжа не подвержена усадке. Несмотря на то, что мы смыли покрытие этой нитки, потому что когда ниточка такая пружинистая и скользкая, это означает, что производитель покрыл ее специальным составом для облегчения вязания и хранения. Это покрытие смывается при влажно-тепловой обработке и пряжа приобретает свои заявленные свойства. Так вот нитка стала в меру мягкая и нежная, не изменилась нисколько после влажно-тепловой обработки. И учитывая ее состав, шерсть с акрилом идеальный состав, ее вполне можно рекомендовать для вязания мастерицам для создания своих вязаных изделий. Шерсть не даст скатываться, акрил не даст деформироваться. После того, как мы провели марафон по вязанию детского платья реглан, который был связан с нитками бриллиант, могу сказать про эти нитки, то, что очень хорошо вяжется, хорошо сшивается, нигде не тянет. Бывают нитки, которые хорошо вяжутся, но при этом не держат форму. Бриллиант форму держит. После того, как мы это платье провязали, я его выстирала, причем выстирала его легким шампунем. Для стирки шерстиных вещей надо использовать либо шампунь, разведенный в водичке, либо детское мыло, взбитое в пену. То есть не надо намыливать хозяйственным мылом, не надо пользоваться агрессивными какими-то порошками. Это все может повредить нашу пряжу, причем любую пряжу. Так вот, после деликатной стирки изделие полностью сохранило свой размер, нисколько не деформировалось, и плюс к этому могу сказать, что оно абсолютно не линяет. То есть нитки, окраска прочная. Ощущения от этой нитки самые положительные, очень приятная кожа, не колется, мягкая, нежная, держит форму, состав отличный. Одни только плюсы. И могу добавить отзывы наших девочек, которые, посмотрев первый отзыв об этой пряже, составили свое мнение. Оно абсолютно положительное. Несколько лет назад вязала, дочка носит никаких катышков, не мнется, не трется, не красится. Очень удобно, мягко и так далее. То есть мнение абсолютно положительное. Большой-большой плюс этой пряжи. Рекомендую 100%. Приобретайте эту пряжу в магазине пряжа. Контакты вы видите под этим видео. И я думаю, что от вязания этой ниточкой вы тоже получите такое же удовольствие, какой получила я на нашем марафоне по вязанию детского платья. Если вам это видео было полезным, понравилось, нажмите, пожалуйста, нравится, поделитесь с друзьями. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Приходите на наши бесплатные вязальные посиделки по вторникам и четвергам. И жду вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.